Многофункциональные центры в нашей стране появились относительно недавно. Первый во Владивостоке начал свою работу в январе этого года. За день сюда приходят десятки, а то и сотни жителей города. За время работы МФЦ здесь было оказано более 17 тысяч различных услуг населению. Сроки предоставления услуг у всех разные. Также и время предоставления. Какую-то услугу вы можете получить за 2 минуты, например, кадастровый паспорт, оформить заявление. Какую-то услугу можно оформлять и час. Востребованные услуги – это свидетельство о рождении, комплекс рождения ребенка, услуги Департамента земельных и имущественных отношений, услуги Росреестра, кадастровой палаты. Все операторы, обслуживающие население, перед работой проходят специальное обучение. Людмила Кашапова работает в многофункциональном центре со дня открытия. Поток клиентов был небольшой. Сейчас, как видно, у нас очень много клиентов. Работать нравится, все устраивает. К нам приходят постоянно новенькие девочки на работу. Мы их обучаем, передаем свои знания. И, соответственно, они тоже садятся и работают с клиентами. Получать услуги по принципу одного окна, безусловно, удобно. Работу МФЦ в Приморье уже смогли оценить тысячи жителей края. Очень удобно, мне кажется, оправдано. То есть, чтобы не бегать по разным инстанциям, не посещать несколько мест, посидеть в очередях, все можно сделать в одном месте. Очень удобно. Быстро, оперативно. Скажем так, комплексное решение. Можно документы все за один раз сделать. То есть, не бегать по всему городу. Пришел, заказал, тебе сделали. Все. Пришел, забрал. Уже понятно, что одного центра для такого города, как Владивосток, недостаточно. Никакой профессионализм сотрудников не сможет справиться со всем возрастающим потоком посетителей. Ситуацию исправят новые центры, три из которых должны открыться во Владивостоке уже до конца года. Инна Гончарова, Евгений Бербенцев, Платон Волков, Панорама.